Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Сегодня 13 июня и я зашла в теплицу, чтобы показать вам, как сейчас у нас какая ситуация, как выглядят все томаты. Вот вы видите, если видно на общем плане, что не только высаженные рано, но и высаженные позно, которые были желтенькие-желтенькие. Видите, они догнали в росте, они также распушились и много томатов уже завязалось. Если я раньше только Настеньку показывала вам, вот эти вот плоды, которые на первых высаженных томатах, то теперь на этой стороне у нас завязался уже алтайский сюрприз. Сейчас я пойду вот так по ряду. Так, это у нас алтайский сюрприз завязался. Это у нас Настенька, которая высажена позже, которая была желтенькая. Она тоже вся в плодах. Тут у нас завязалось розовое сердце. Тут у нас завязались русские колокола. Ой! Тут у нас вяжут плоды розовый гигант. Сейчас дойдем, пойдем к демидовцам сходим. Ну, конечно, больше всего Настя. Она самая продуктивная в этом году. Оказалась вся вообще в помидорах. Вот вся. Первая, вторая, там третья кисть пошла. Демидов тоже дружно завязывается, но у него проблема такая, что он трячит свои там плодики. Их плохо видно, но их все равно очень много. Они когда покраснеют, их будет видно. Так, демидов. Потом вот здесь хорошо завязались томаты, название которых смыло со стаканчиков, и я пока не знаю, пока они форму не приобретут окончательно. Эти томаты завязались. Так. Ой! Хорошо завязался советский. Хорошо завязался перцевидный. И дальше вся теплица. Как вы видите, завязи во всей теплице, не только у тех, которые раньше были высажены, но и у тех, которые высажены были совсем поздно. Конечно, у ранних плоды намного крупнее, а у тех, кто посажен самый последний, видите, кисти завязи, они кисти много-много-многочисленные, но они еще маленькие. Но это не беда, они сейчас догонят своих подружек. Главное, что завязи массовые, почти нет пустых цветов, висят они гирляндами прям, все-все, все пустые в томатиках. Так что, несмотря на плохую погоду, несмотря на наши заморозки весенние, урожай обещает быть богатым. По крайней мере, вот в этой теплице, не знаю, как там будет в открытом грунте, в этой теплице завязи очень много. Если они все вызреют, то будет и много семян, и на еду, и на консервацию, и на засолку. Все, вот так обстоят у нас дела в теплице на сегодня, 13 июня. Какие-то помидорки большие, какие-то маленькие, но все завязались. Заходите ко мне на страницу на мою в Одноклассниках, там все мои видео и все мои статьи о том, как я выращивала рассаду, как я ее высаживала, и какие сорта выращиваю. До свидания, всем хороших урожаев!